Вязание любого изделия мы начинаем с построения выкройки. Выкройку бактуса мы будем строить в программе Книтстайлер. Начинаем с первой точечки и ставим ее в произвольном месте. И дальше определяемся с размером. У меня бактус будет иметь примерно 120 см. Для того, чтобы хорошо обернуться вокруг шеи, я сейчас делаю половину. Это длина, ширина. Ширина сантиметров 20. И получаю вот такой примерный вид моего бактуса. Теперь мне нужно немножко его изогнуть. Подниму его на 20 см вверх. И прямые линии исправлю на закругление. Примерно вот так. Смотрим, какое расстояние у меня здесь получается. 68. Можно чуть-чуть поменьше сделать. 60 см. Отлично. Это 120 см. Ровно то, что я хотела. И теперь можно мой бактус развернуть. Он у меня стоит по прямой. Вязать я его буду под углом. Угол определяю произвольно. Вот какой хочу. Самое главное, чтобы такая широкая конструкция у меня прошла в иглу. Если я буду его в таком виде провязывать, он, конечно, у меня не поместится в машинку. Поэтому задача вложить его в машину. Ну и начать, наверное, не с острого уголочка. А вот так вот. Так. И давайте его тогда поднимем немножко побольше, чтобы мне не пришлось вязать дополнительное закругление. Так. 10. Не прямо и не ровно. Минус 5. Отлично. Для того, чтобы было удобно, опускаю угол. Иначе мне придется вывязывать лишнюю часть. И для того, чтобы было удобно, поднимаю угол с другой стороны. Все. Мне кажется, идеально. Полоски будут ложиться сначала вдоль, потом поперек. Смотрим, прохожу ли я вязальную машинку. Отлично, прохожу. Место остается. Полоски. Для того, чтобы определиться с полосками, сначала берем петельную пробу. Идем в раздел вязания. И смотрим. У меня 430 рядов. Контур построили. Выкройку сделали. Петельную пробу наложили. Теперь дело в оформлении. Оформлять нужно как угодно. Можно целиком заткать каким-то узором. Можно жаккардом провязать. Можно ажурами. Я буду выполнять объемными полосками, фангами. Фанги можно вязать через любой промежуток. То есть, не обязательно их даже делать в какой-то системе. Можете просто менять цвет. Направление будет очень интересно смотреться. Потому что с одной стороны оно будет лежать, с другой стороны встанет поперек. И можно идти провязывать. Я буду вывязывать фанговые узоры. Смотрим, что получается. Вяжем бактус. Перед нами машинка, пряжа и компьютер с расчетами. Вязание очень простое. Слушаем программу. Она нам говорит, в каком ряду делать убавку, в каком ряду делать прибавку. Сейчас у меня 77 ряд. В каждом 80 ряду я начинаю вывязывание узора. Узор сейчас вам покажу. 77 ряд. Минус 1 петля. Дальше. 78 ряд. Плюс 1 петля. 79. Вы слушаете, я машина. Компьютер сдаёт звук. Пикает. 79. Минус 1 петля. 80. Плюс 1 петля. 80 ряд. Меняем нить в нитеводе и в нитеводителе. Я на самом деле меняю не только в нитеводителе, нитевод не трогаю. Я не люблю постоянно лазить в эти усы, менять пряжу. Я держу пряжу рукой. Но нитеводитель надо освободить. Зажимаю. У меня оттяжкой являются струбцины. Достаточно тяжелые, чтобы оттягивать, но при этом легкие, для того, чтобы не перетянуть полотно, не испортить края. И провязываю ряд. Ряд идёт в расчёт. 81. Убавки-прибавки по плану. 81 минус 1 петля. 82 ряд плюс 1 петля. Но я из нитеводителя убираю. И эту пряжу. Сейчас у меня будет отделка. Очередь розового. Ставлю его в нитеводитель. И тоже буду провязывать вручную, рукой. Держа пряжу. Но прежде чем я буду провязывать, сформируем узор. Я каждые десятку, видите, у меня есть отметки на машине, просто выдвигаю так, 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 каждую. Десятую петлю. И смотрю, края я тоже не провязываю. На них узора не будет. Если узор будет чуть-чуть шире в одном месте, уже в другом, вообще разницы никакой. Поэтому я спокойно на глазок двигаю. Полотно так. По три иглы у меня должно быть. Так. Три иглы. Три иглы, три иглы. Три, три. Здесь вот три. Они будут немножко разного размера, вообще не страшно. Этого никто не заметит, но зато у меня не будут задействованы края. Мне не придется прятать непонятные эти куски нитей. И при этом шишечки в расчет полотна не идут. Щечек отключили. Вставляем нить. Так, мало того, что щечек отключили. Если у вас программа подключена, ее тоже нужно остановить. Стоп. Остановили. Все, провязываю столько рядов, сколько машина может. Потому что у каждой машинки свои возможности. Моя машина шесть рядов провязывает. Не забудьте включить рычаги частичного вязания, если они на вашей машине есть. Провязываем. Пять. Убираем цвет с краев. Здесь тоже самое. У меня есть крайние две иглы. Обвиваю предпоследнюю. Чтобы на края розовый цвет не выходил. Два. Обвиваю предпоследнюю углу. Обвиваю углом. Здесь уже осторожно. Четыре. И вплоть до того, что надо немножко помогать. Чуть-чуть выдвинули иглы. Так, так не забыли обвить. Пять. И завершающий шестой. Помогите своей машине, чтобы она провязала шестую ряд. Шесть. Теперь смотрим, все ли она провязала. Выдвигаем все иглы вперед. Вообще, все зависит от машинки. Моя старенькая Нева-2 провязала 12 накидов. Это рекорд. Причем она не самая простая пряжа. Можно связать потом. Можно сейчас. Свяжу потом. Розовую опустили. Закройте все излечки, чтобы машина легко провязала такое количество накидов, которые лежат на иглах. Ставим счетчик. Включаем. Включаем. Так, можно перепроверить. Переставлю пока такая оказывается. Датчики. На 20-й с этой стороны. И на 60-й слева. Все, теперь включаю. Берем разделитель. И два ряда. И отключить два ряда. Раз. Все отлично провязалось. На всякий случай можно помочь еще раз. Выставить иглу вперед. Минус одна игла. Справа. 84 плюс одна игла. Разделитель пока не нужен. Связать их можно потом, по факту. Заправляем рабочую нить. Нитеводитель. Натягиваем. И продолжаем вязание. У нас вывязан ряд шариков. Прибавлен ряд. Немножко подтяните полотно, когда будете подвязывать первый ряд. 85 минус одна игла. 86 плюс одна. 87 минус одна. И так далее. Расчет есть. Я к нему даже не подхожу. Программа не ошибается. Она мне показывает, в каком ряду делать прибавление петель, в каком убавление. В каждом сороковом ряду дохожу до какого-то числа кратного 40, 40, 80, 120, 160 и так далее. 200. У меня всего 370 рядов. Поэтому полосок будет достаточно много. И учитывая скос полотна, они будут идти вот под таким непонятным совершенно как вывязанным углом. Провязываем до конца, слушая программу и выполняя отделку. Провязали. Получились вот такие шарики. Чем больше вы выполните накидов, тем более круглыми и объемными будут ваши шарики. И не забывайте, что выводить шарики в края не стоит. Видите, они у нас все остались внутри. Количество шариков. В каждом ряду разное. Все больше, можно сказать, меньше, меньше, меньше. Можно сказать, больше, больше, больше. Как посчитаете. Все, что остается, если загибается полотно. Видите, у меня пряжа держит форму. Она не загибается. Этому бактусу уже вообще ничего больше не надо. Подпарила его и все. Осталось только убрать хвостики. Если у вас бактус не держит форму, загибается во все стороны кантик, в какую-нибудь каемочку можете ему привязать хоть руками. Обязательно завяжите узелочки. У меня пряжа хоть и пушистая и цеплючая, она когда вцепится, потом вообще не распустить будет. Но узелки все равно нужно завязывать качественно. Убираю зеленый хвостик внутрь зеленой пряжи. Завязываю серый хвостик. Обязательно подтянуть. Серые хвостики убираю внутрь серой пряжи. Почему я не завязывала на вязальной машине? Потому что там полотно перетянуто. Видите, оно в таком растянутом рыхлом виде и осталось бы. Поэтому, когда полотно уже лежит на столе, оно приняло форму. Его можно подвинуть, стянуть. На машинке не получится. Поэтому делаем это после того, как провязали. Можно спокойненько подтянуть две части друг к другу. Завязать узелок и спрятать его. Это будет ровно и аккуратно. И серую. Точно так же подтягиваете. То, что я вам говорила во время вязания. Основу тоже стоит подтягивать, когда провязываете соединительный ряд. Все. Никаких следов. Идеально, ровно, чисто. Бактус готов. Продолжение следует. Продолжение следует...